В ДКБ мы помним, как министр иностранных дел Лавров отличился, да? Когда было фотографирование, фотограф попросил кого там, министра обороны Армении, подвинуться вправо. Лавров при этом, значит, типа пошутил с таким дурацким колхозным юмором о том, что ваше дело фотографировать, а значит не командовать. Ну, это такое, с барского плеча барин, барин, значит, на последних днях своей жизни, такая подбитая лошадь, последние дни своей жизни или годы, последние дни. Ну, в общем, такая зарисовка так себе, так себе. В общем, если говорить, подводить итог то, что касается ДКБ, по моему мнению, конечно, ОДКБ не состоялось в плане того, что свою основную функцию, которую оно несет, оно не оправдало все эти, конечно, моменты. И теперь, конечно, большое искусство от армянского правительства, дальнейшие наши движения. И вообще по этому поводу, конечно, очень много было возмущений и от Олена Симоняна, и от других представителей, и все в открытую понимают, что происходит, кроме самого ОДКБ, кроме тех, кто руководит там и рулит этой ситуацией. Ну, в общем, что сказать? Скажу, скажу, значит, еще раз подведу итог такой ситуации. Когда был митинг перед ОДКБ, вы знаете, это тоже новость. Полиция задержала Тиграна Хазмоляна. А Тигран Хазмолян – это известный армянский кинорежиссер. Это невероятный человек. Сейчас я в результате послеполитической части расскажу кое-что интересное для вас. Такое зарисовки из личной жизни. Так вот, Тигран Хазмолян – он замечательный, потрясающе талантливый армянский режиссер, интеллектуал, в неком смысле философ, потому что построение его мыслей, то, как он мыслит и говорит, оно, в общем, указывает на это. И вы знаете, что он также является главой Европейской партии Армении. И вот, когда Тигран Хазмолян ехал на своей машине, значит, на митинг, его остановила полиция, и в результате, значит, арестовали его и привели его, значит, в полицейский участок. Смысл заключается в том, что в своей машине Тигран Хазмолян вез негабаритные, негабаритные большие вещи, а на самом деле он вез, значит, что-то наподобие гроба, на котором было написано ОДКБ. По сути, вот что такое ОДКБ, да, это труп, который в этом гробу, ну, в общем, это то, о чем я раньше говорил. И вот, значит, его остановили и задержали полиция. За это, значит, негабаритный груз, гроб с надписью ОДКБ, ну, и, соответственно, флаги Европейского Союза были в машине и флаги США. Флаги отдали, Тиграна машину забрали на штрафную там площадку или куда, да, а Тиграна Хазмоляна привели, значит, полицейский участок. Но чуть позже Тигран Хазмолян написал в социальных сетях о том, что его выпустили из полицейского участка. Ну, в общем, с ним все в порядке, но и по-другому быть не могло. И, в общем, эта зарисовка, эта ситуация с Тиграном Хазмоляном показывает, какой ситуации в целом Армения и насколько противоречивые вещи. Знаете, есть черное, есть белое. И мы знаем, что это черное, да, а нам говорят о том, что да нет, ребята, это либо серое, либо белое. Ну, если не белое, то серое точно, но это никак не черное. А мы говорим, ну, у нас глаза есть, это черное. Поэтому, судакобыль, все понятно. В конце хочу закончить то, что касается Тиграна Хазмоляна, так как он упомянулся в новостях, и мне есть что сказать. Примерно это, по-моему, было в 2008 году. 2007-2008 год. В 2008 году это было. В Киеве, ну, наша семья здесь живет 32 года. С 90-го года мы живем в Украине. И мы, наша семья, бакинских армян, мы переехали в результате Арцахской войны, в результате тех беспорядков, которые в Азербайджане были устроены. И мы в результате, в общем, наша семья явилась официальными беженцами. Я могу об этом долго и много рассказывать, но сегодня не будем. Сам факт. Мы живем в Украине 32 года. Наша семья, имеем, конечно, тесные контакты, тесные связи с нашей родиной предков Армении. В Ереване у нас живет 4 семьи. Ну, и не только в Ереване, да. Но при этом у нас большая армянская семья. Мои дедушки с бабушкой сделали 13 детей, из которых выжили 10. И моя мама девятая по счету. И вот наша огромная семья в результате оказалась по всему миру. В Украине несколько городов, несколько семей, да. Польша, Америка, Армения, ну и так далее. Можно перечислять еще, перечислять и перечислять. Я думаю, что с этой историей знакомы многие армяне, потому что у многих так же это. И армяне уезжали со своей родины и оказывались не на своей родине, не от лучшей жизни. Мы в результате либо геноцида, либо каких-то еще определенных сложностей. И вот, живя 32 года в Киеве, в Украине, и максимально интегрированы не только в украинское общество, но и занимаясь больше 15 лет общественной деятельностью самими армянами, да, по армянской тематике. Я говорю про свою историю. В 2008 году замечательные ребята, такие как Тигран Аракелян со своим украинским партнером, Константин, не помню как фамилия, в общем, потрясающие, замечательные ребята, организовали кинофестиваль армянских фильмов, и они проходили три дня в кинотеатре Жовтань. Жовтань – это в Киеве, на Подоле, знаменитый, известный кинотеатр, я бы сказал, легендарный. И вот в кинотеатре Жовтань, октябрь, проводился этот кинофестиваль, и мы от нашего клуба армянских предпринимателей были приглашены с Тиграном Аракеляном, в общем, сотрудничать. Там стояли наши штендеры и так далее. История Армении, история армян в Украине и так далее. И полным ходом мы участвовали в этом фестивале. Уникальность была этого кинофестиваля не только в том, что там на протяжении трех дней показывали армянские фильмы, а еще и в том, что из Армении приехали потрясающие режиссеры, и один из этих потрясающих режиссеров – это Тигран Хазмалян. Как я сейчас помню, он привез свою картину 2004 года, если я не ошибаюсь, по поводу восхождения на гору, на наш любимый Арарат. И еще картина, по-моему, Казнократ. И какая-то еще картина. Конечно, показ фильмов начинался всегда с фильмов Параджанова, с этого великого, невероятного армяна, украина, грузинского гения. И на этом кинофестивале мы, конечно, были впечатлены фильмами Тиграна Хазмаляна. И вот перед фильмом «Восхождение на Арарат» 2004 года, если я не ошибаюсь, нам, конечно, это очень интересно было посмотреть, но перед этим мы собрались в зале, и Тигран Хазмалян начал рассказывать о том, про эту историю, откуда появилась идея, и как происходило это восхождение на гору Арарат. И это, конечно, было завораживающе. И то, о чем я раньше сказал, о том, что Тигран Хазмалян, в общем, он еще и, скорее всего, что, значит, и философ, вот из той вот встречи, из вот того вот прекрасного момента, который был в рамках кинофестиваля армянских фильмов, из этого был сделан, безусловно, вывод. И, в общем, смотря на жизнь, на его шаги политические и военные, в том числе его участие в 44-дневной войне в Арцахе, да, в 2020 году, и, в общем, авторитет и порядочность этого человека, как мне кажется, на уровне. Поэтому я всегда говорю то, что думаю, и если я о человеке ничего путевого не думаю, я просто промолчу и просто пройду мимо. Но если я отношусь к человеку хорошо, и особенно видишь по его шагам, по его действиям, не важно, что говорит человек, а важно, какие действия он несет. Поэтому я говорю непосредственно из этого. Так что любого нашего достойного армянина, который защищает нашу страну, наш Хаястан, любого армянина мы будем прославлять, потому что каждый заслуживает такого отношения. Поэтому, друзья мои, братья мои, сестры мои, земляки, я вас очень рад был видеть, я рад был с вами поговорить на эту тему, и я всегда волнуюсь, когда для моих земляков записываю видео, но надеюсь, что большинству из вас понравится. Если кто-то не согласен с чем-то, или какие-то я сказал неточности, неконкретные факты, то вы можете, конечно, написать в комментариях. И хочу выразить благодарность, потому что у меня есть несколько армянских роликов, и один из роликов обращения к армянам гражданам Украины собрал около 18 тысяч просмотров. И несмотря на то, что там российские армяне могли бы меня сильно поругать, или выразить недовольство в очень жесткой форме и так далее, это, как правило, делается со стороны вас, мои земляки, корректно, культурно и аккуратно. И поэтому я хочу вас за это благодарить, потому что мы всегда с вами помним, что нас читают еще те самые другие все люди. Прекрасные и непрекрасные. И за это я вас благодарю. И комментируйте обязательно это видео, и не только это видео. И с уважением относимся друг к другу, потому что мы древний народ, мы старший народ. Мы помним, что такое есть наша Родина, и каждый из нас помнит, что есть наш род и наша семья. И я всегда помню эти прекрасные слова, которые говорят, находясь в Армении, твое поведение, это репутация, то, как ты себя ведешь, это репутация твоей семьи, твоей семьи. Но если ты находишься за пределами своей Родины, то твое поведение, то, что ты говоришь, и то, как ты себя ведешь, это репутация твоей страны. Желаю, чтобы никто из нас об этом не забывал. Даже если мы с друг другом не согласны, то мы всегда можем уважительно, в корректной форме объясниться и друг другу это написать, и сказать лицо, и всегда быть, безусловно, глаза в глаза открытым лицом. Я люблю мой народ, я обожаю мой народ, поэтому, если кому-то из вас, надеюсь, таких большинство, понравилось мое видео, информация, о которой я говорю, а очень скоро будут интересные интервью, то будьте щедры, от души, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, давайте будем дискутировать, расскажите новое и интересное, и поставьте обязательно лайк, таким образом, это видео и следующее видео YouTube будет продвигать, будет показывать в трендах, и, возможно, это видео или следующее наберет уже не 18 тысяч просмотров, а 180 тысяч просмотров, а очень скоро 1 миллион 800 тысяч просмотров. И в финале я хочу сказать о том, что деятельность моего нового YouTube канала, это деятельность всего лишь двухмесячная, если вы зайдете, посмотрите видео, вы увидите, что там чуть более 40 видео, это результат последних двух месяцев, и сейчас мы готовим интересное интервью, так вот, от того, насколько успешный наш канал, а он, безусловно, уже успешный, потому что на нем много часов уже просмотров, несмотря на то, что просмотров, может быть, мало, много, но в совокупности это много, это, ну, это мой первый опыт, поэтому в совокупности это много. Так вот, в ближайшее время, после того, как мы начнем делать интервью, в ближайшее время мы создадим благотворительный фонд, и этот благотворительный фонд будет собирать деньги, и рассчитан он, безусловно, на помощь Армении и Украине. Да, да, именно так. Почему? Потому что родина наших предков – это наша Армения, и так будет всегда, она всегда для нас будет на первом месте, но в моем случае у нас еще, у нашей семьи вторая родина – это Украина. И то, что сегодня происходит в Украине, вы это видите своими глазами, и как бы вы не были близки по ту сторону, вы все равно понимаете, где справедливость, а где нет. Поэтому во многих моментах Армения и Украина схожи, во многих моментах, в частности, военной этой агрессии, и вообще в нормальном желании, в нормальном естественном желании не быть с США или просто с Евросоюзом. Суть же не в этом. А суть в том, что независимая страна хочет жить своей жизнью, да, и чтобы к ней просто никто не лез. Но сегодня практика такова, что нужно быть очень и очень сильным, хотя очень сильной страной нужно быть, безусловно, всегда. Так что, друзья, а в финале я хотел еще добавить, я восхищаюсь и очень сильно поддерживаю я и мои друзья, поддерживаю то, что делает организация ВОМА. Я думаю, что вы знаете ВОВА Вартанов. И это военно-политическая, военно-социальная, я бы сказал, организация ВОМА. И вы знаете их призыв. Это страна-крепость, где создается территориальная оборона и укрепляется каждый регион. Каждый регион. И жители всех областей, всех городов, они призываются к тому, чтобы проходить военную подготовку. Вы знаете, что такая практика существует и в Израиле, и даже в такой не воюющей стране, как Швейцария и еще в нескольких других странах. Поэтому эта практика для нас хороша. Армянская армия одна из самых сильных в мире. Это факт, мы это знаем. И поэтому, поэтому. Я выражаю свой респект организации ВОМА. И думаю, что... Я постараюсь... Не думаю, а я уверен, что получится сделать с Вовой Вартановым интервью в ближайшее время. Я думаю, что это будет... Если вам это интересно, напишите обязательно в комментариях. И я очень бы хотел бы сделать это интервью с Вовой Вартановым. И я думаю, что мы сделаем. Я не вижу причин для того, чтобы Вова нам отказал. Больше того, я расскажу потом, какая была у нас идея до того, как Россия напала на Украину. Я расскажу вам в эфире с Вовой Вартановым, какая у нас с моим товарищем близким, с моим другом была идея, похожая на историю с Вовой Вартановым. Значит, то, что делает ВОМА. И расскажу вам, в общем, как мы это видели. И насколько мы рады, что такая инициатива в Армении есть. И Вова Вартанов, и его единомышленники, эти потрясающие ребята, мы видим постоянно на видео, да, всех этих ребят. И все эти ролики видим постоянно. Поэтому поддерживайте финансово, поддерживайте морально, и обязательно участвуйте в этих проектах. Это как минимум полезно для вас и для вашей семьи. А если это полезно для вас, для вашей семьи, то это полезно для вашего города, для вашей области, для вашего Марза, и для вашей страны, и для вашей родины предков. Родина предков была наша, есть наша, и всегда будет. Великая Армения. И очень скоро мы вернемся к ее прежним границам. Я верю в это абсолютно четко. Бог нам в этом помогает. Так что, друзья, будь мо и орач. Орач и только орач. Субтитры сделал DimaTorzok